Подвели итоги года. В Тихорецке прошел отчетный сбор Кавказского казачьего отдела. Чем жили и как отработали в прошлом году, оценил атаман Кубанского казачьего войска Николай Далуда. Все подробности в следующем материале. Смотр начался со станицы Архангельской. Атаман войска проведел работу штаба, узнал о застижениях и проблемах уторского казачьего общества, а также лично пообщался с казаками. Очень много мы сейчас с вами видим зависит от лидера, зависит от атамана. Вот если действительно пришел атаман и не болтает только языком, а нормально решает вопросы. Решает вопросы с главой района, решает вопросы с главой сельского поселения. Тогда и казаки начинают им верить. Тогда и казаки откликаются на те предложения, которые говорит им атаман. За два года в Архангельской произошло немало перемен. При поддержке меценатов, жителей станицы и казаков был построен храм Архистратига Михаила, а также мемориал казачьей славы, в честь сотни героических кавалеров-одностаничников, погибших в боях за свою малую родину. Изменения не обошли стороной и Архангельское хуторское общество. Количество казаков увеличилось в пять раз за два года. Сейчас там служат более ста человек. А для подрастающего поколения в станичной школе открылось пять казачьих классов. Я думаю, что станицу мы изменим к лучшему. Я думаю, что нам не стыдно будет смотреть нашим детишкам, внукам в глаза. В Тихорецке атамана Кубанского казачьего войска Николая Далуду встречали народными песнями солисты ансамбля «Колос». А участники клубов-фланкировщиков «Казачья удаль» показали виртуозное владение шашкой. В состав Кавказского отделения Кубанского казачьего войска входит почти 7 тысяч служащих. Совместно с полицией они дежурят на улицах, помогают бороться с преступностью и незаконным оборотом наркотиков. В Доме культуры Тихорецка, проделанной работе за год, отчитался атаман Кавказского отдела. В целом мы видим, как профессионализм сотрудников полиции и жизненный опыт казаков-дружинников дает положительный результат. Также на сборе обсудили вопросы работы ревизионной комиссии казачьего суда Кавказского отдела. Не обошли стороной и изменения в законе о земле. Теперь районным казачьим обществам участки будут выдаваться без торгов. Но с условием, что казаки будут работать на земле сами, а не сдавать в аренду. Также атаман войск обратил внимание на необходимость увеличения численности казаков в казачьих обществах. Казаки должны быть сейчас везде. Везде. На улицах, в больницах охранять больницы, поликлиники, школы, все муниципальные учреждения, государственные учреждения. Быть в структурах власти. Вот тогда будет действительно потихонечку возвращение казачьего плода жизни. По результатам сбора работу Кавказского отделения признали удовлетворительной. А лучших атаманов различных районных обществ наградили медалями. Стоит отметить, что сегодня в Кубанском войске состоит 45 тысяч человек. Они занимаются воспитанием молодежи, совместно с полицией следят за порядком, участвуют в охране госграницы. Алексей Устинов, Артём Васенко, Михаил Власенко, Кубань-24, Тихорецк.